Новости Дагестан. Продолжают работу телеканала ННТ в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. В снежном плену на окраине села Цахур Рутульского района сошла лавина. Заблокировано транспортное сообщение с 9 населенными пунктами. Духовное образование, курсы по самым разным специализациям и место для досуга. В Русском театре прошла презентация нового женского центра Марьян. Скульптор из Шовкра. Выставка народного художника Дагестана Ислама Шовкринского открылась в музее Дагестанский аул. На окраине села Цахур Рутульского района сошла лавина. Заблокировано транспортное сообщение с 9 населенными пунктами. В отрезанных от цивилизации селах проживают около 4 тысяч человек. Пострадавших и разрушений нет. МЧС напоминает, что предупреждение о лавинной опасности продолжает действовать и сегодня. Жители просят воздержаться от дальнейших поездок и походов в горы. В Сбербаш устранили аварийную ситуацию, из-за которой прекратилось водоснабжение. Как сообщалось ранее, в канал попала грязная талая вода. Насосы по перекачке воды на насосной станции запущены. Система водоснабжения заполняется водой. Для населения был организован подвоз воды с привлечением 20 единиц спецавтотранспорта. А накануне Сбербаш с рабочим визитом посетил председатель правительства республики Адопатах Амирханов. По поручению премьер-министра дополнительно было направлено три водовоза от МЧС, а также фура с бутилированной питьевой водой для обеспечения больниц, школ и детских садов. В ходе совещания говорили о мерах, необходимых для полноценного решения проблемы с водоснабжением. Так, в бюджете республики на 2021-2023 года предусмотрены средства на проектирование четырех объектов водоснабжения, которые планируют реализовать в рамках федерального проекта «Чистая вода» и республиканской инвестиционной программы. В этом году мы заканчиваем, должны закончить проектно-смертную документацию и пройти экспертизу по замене участка водопровода Каспийский Сбербаш и реконструкции САСового узла насосной станции. Помимо этого, реконструкция внешней системы водоснабжения, строительство очистных сооружений. То есть мы те документы, проектно-смертные документы с положительной экспертизой должны подготовить в этом году, чтобы в следующем году спокойно уже планировать и строить вот эти объекты, ремонтировать, реконструировать. На улицах Махачкалы начались ремонтные работы по устранению ям и других разрушений дорожного полотна. Асфальт укладывают дорожники на всех городских участках, которые нуждаются в срочном ремонте. В первую очередь восстанавливают полотно на основных улицах города, где движение транспорта наиболее интенсивное. Это проспекты Имама Шамиля и Олигаджи Гушинского. Такой ремонт дорог проводится ежегодно по завершении осенне-зимнего периода. Асфальтобетонное покрытие особенно уязвимо перед натиском непогоды. Влага проникает в поврежденные участки и разрушает структуру асфальта изнутри. Работы планируется завершить до конца марта. В Русском театре прошла презентация нового женского центра «Марьям». Он является частью грандиозного проекта Духовного центра имени пророка Исы. Какую цель преследовали организаторы, создавая этот центр, узнала моя коллега Алина Багилова. Желающих стать частью этого грандиозного проекта было больше, чем ожидали организаторы. Общественные деятели, депутаты, чиновники, врачи и писатели. Увидеть и прочувствовать атмосферу пришли все от мала до велика. Конечно, такие духовные женские центры не нужны, потому что женщина хранится очагом. Но если вдруг у нее возникнут какие-либо проблемы, вот такие центры не нужны для того, чтобы этих проблем не было. Так что огромное спасибо. Мы чем сможем, всегда поможем, всегда рядом. Окунуться в духовную составляющую вечера помогли не только яркие декорации, колоритные костюмы горских женщин, но и тематические спектакли, которые раскрывали проблемы дагестанок. По словам организаторов, в мероприятиях с помощью театральных сценок они хотели поднять такие наболевшие вопросы, как измена, потеря кормильца, насилие в семье, показать ценность семьи, и важность проявления терпимости и мудрости. Но самое главное – стать частью воспитания этой духовно-нравственной составляющей и взрастить лучшие качества в каждой воспитаннице будущего центра. У этого проекта очень благородная миссия и такой, знаете, очень долгосрочный наш вклад в наше общее будущее. И, наверное, самое главное, помимо того, что и женщинам, которые окажутся в очень непростых жизненных ситуациях, будет оказываться помощь. Помимо того, что будет очень правильное такое, знаете, нравственное, духовное воспитание и просвещение проводиться. Гости вечера смогли окунуться в яркую атмосферу праздника, увидеть лазерное шоу, послушать красивые нашиды в исполнении дагестанских и зарубежных артистов из Азербайджана. А в конце вечера всех гостей ждал фуршет и фотосессия на память. Помимо того, что он внесет большой вклад в развитие культуры среди наших очаровательных горянок, также уникальная возможность, чтобы все те дамы, которые будут съезжаться в нашу республику, а сейчас наша республика становится туристической зоной, я думаю, у них будет уникальное место, где они могут набраться знаний и просто набраться сил. По словам инициаторов этого значимого проекта с появлением Духовного женского центра «Мария», каждой женщине будет протянута рука помощи. Для тех, кто хочет идти в ногу со временем, но при этом не забывая основы своей религии и своих традиций, создание женского центра как нельзя кстати. Здесь планируют оказывать помощь всем представительницам женского пола, независимо от возраста и вероисповедания. Подробнее о том, что из себя будет представлять Духовный центр, какие аспекты затронет в сюжете Патимат Ханаповой. Духовное образование, курсы по самым разным специализациям и место для досуга. В центре «Мария» будет все, что необходимо современной женщине. Кроме того, центр станет поддержкой и опорой для девушек, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Им будут оказывать профессиональную, юридическую, психологическую и медицинскую помощь. Инициатором проекта выступила Айна Гамзатова. Центр не заставит себя долго ждать. И потом, мне кажется, вот сегодня у нас в гостях были друзья из Татарстана, друзья из Азербайджана, из соседней республики Чечни, с Москвы были гости. Я думаю, что вот эта информация, она разлетится во всему миру. Самое важное – все это будет сосредоточено в одном месте. Центр будет построен в самом сердце столицы, на территории первого здания Духовного управления мусульман Дагестана. Место, объединяющее множество знаковых обстоятельств. Я увидел в презентации сегодняшней, что самое главное предназначение – это социальный проект. Это будет еще одно место, где у них появляется новое место для того, чтобы пойти и потратить свое свободное и, скажем так, не свободное, специальное время. Там будет все. Там можно получить познание в целом об исламе, изучить Коран. Там возможно получение консультации по разным направлениям деятельности. В центр сможет обратиться любая представительница прекрасного пола. В возрасте, респоведании, семейное положение не будет иметь значения. Идею проекта высоко оценили и представители соседних республик. Это будет, можно сказать, мирилом и центром не только для Дагестана, а для всей России. Потому что самое правильное – это если мы достойно будем бережно относиться к нашей прекрасной половине, к женщине, как подобает мусульманину, как об этом говорит Аллах Всевышний в Священном Коране. Духовный женский центр станет частью грандиозного проекта – Духовного центра имени пророка Исы. Начало уже положено, место определено и проект презентован. Теперь дело остается за каждым из нас. Любой может стать частью важного проекта и принять участие в развитии нашего общества. Важно каждое пожертвование. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Председатель Духовного собрания «Мусульман России» Альбер Хазрат Кырганов посетил муфти Дагестана шейха Ахмада Афанди. На встрече говорили о взаимодействии религиозных организаций. Среди гостей также присутствовали руководители объединения ветераны военной контрразведки Касим Ехиен. В ходе беседы вспомнили подвиги ветерана Великой Отечественной войны. Шейх Ахмад Афанди подчеркнул свое особое и трепетное отношение к ветеранам. Духовный лидер отметил, что нашей общей задачей является сохранение памяти о Великой Победе. Выставка народного художника Республики Ислама Шовкринского открылась в музее Дагестанский аул. 40 глиняных произведений и 10 панно, характеризующих быт и жизненный уклад горцев, увидела и наша съемочная группа. Слово Лариане Шумхалаевой. Ислам Шовкринский родился в Избербаше, но его корни следуют из лакского селения Шавкра, известного своими сапожных дел мастерами. Однако Ислам, будучи ребенком, тянулся к рисованию и лепке. Сегодня творчество скульптора насчитывает более тысячи произведений малой пластики. Но до сих пор уже профессионально отминая формы и детали, он вспоминает детство. Помню себя в детстве, когда я рисовал такие мордашки, какому-то лицу я хотел придать веселость, какой-то грустный. А потом подходил к маме и спрашивал, что делает этот человечек. И она там иногда угадывала, иногда не угадывала. Но сейчас, возвращаясь в то время, я просто считаю, что какие-то смайлики, которые в телефоне есть, я вот эти смайлики рисовал, еще в ту пору я их открыл для себя. И сейчас, столько лет спустя, я перенес это все в глиняные образы. Друзья скульптора считают, что персонажи люди обладают индивидуальностью. Здесь горцы, умудренные старцы, всадники на осле, музыканты, острословы и тамада. Каждый дагестанец может найти свой прообраз. Чей-то дядя, это какой-то там дедушка, это какой-то там сосед. Мы их всех знаем по этим характерам. С меня тоже лепил. То есть вот там тамада стоит с рогом, с меня лепил. Ты, говорит, у меня в голове был, когда я его лепил. Дорогие друзья! Ну вот у него есть этот дар уникальный. Шавкринский создает не только объемные композиции, но и декоративные панно, состоящие из керамических плашек, с нанесенными петроглифами и архаичными знаками, фигурами и символами, имеющими сакральный смысл. Именно поэтому студентов творческих профессий преподаватели водят на выставки скульптора, как на урок. Так как мы еще студенты, для нас это всегда бесценный опыт приходить на выставки, смотреть, вдохновляться работами. Особенно сегодня работы просто потрясающие. Я впервые на такого рода выставке, то есть я об этом художнике, допустим, до этого мало что знала. Но сегодня это действительно очень интересно. Художник достиг творческой зрелости. Он востребован, имеет своего зрителя и продолжает активно творить вот уже 40 лет. Он верит в то, что глина обладает терапевтическими свойствами. Правильно кто-то сказал, говорит, глиняная терапия, кто занимается с глиной, у них происходит оздоровление. Я просто благодарен судьбе, что у меня вот это оздоровление с утра до вечера. Выставка Ислама Шавкринского продлится до 5 апреля. В ее рамках пройдут также мастер-классы по лепке из глины. Лариана Шемхалаева, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан признан самым колоритным регионом на 27-й международной туристической выставке. По итогам конкурса, прошедшего в Москве, организаторы отметили атмосферу, царившую вокруг стенда нашей республики. Особое настроение задавали ритмы лесгинки, танцы ансамбля «Адат» и национальные костюмы. Дагестан получил приз в номинации «Самое колоритное представление региона». Награда была вручена в Рио министра по туризму и народным художественным промыслам Расулу Ибрагимову. Руководитель ведомства поблагодарил организаторов за призовое место и пригласил всех участников и гостей выставки посетить Дагестан. Махачкала в числе самых популярных авианаправлений у россиян на майские праздники. Куда жители России собираются отдыхать, выяснили эксперты сервиса tutu.ru. Лидером рейтинга среди путешественников, вылетающих из Москвы, стал Симферополь. На втором месте оказался Сочи. Третьим по востребованности стал перелет в Калининград. Среди вылетающих из столицы туристов также пользуются спросом билеты до минеральных вод Санкт-Петербурга, Краснодара, Анапы и Геленджика. Махачкала в общем рейтинге расположилась на девятой строчке. Средняя стоимость билета из Москвы в самый южный регион страны составляет порядка 8 тысяч рублей. И о спорте. Артур Бетербиев защитил два чемпионских титула. Воспитанник дагестанской школы бокса победил немца Адама Дайнеса на турнире в Москве. Поединок завершился в 10-м раунде. Дайнес оказался в нокауте, но успел встать на ноги к концу отсчета. Однако рефери решил не продолжать бой. Отметим, что и в первом раунде Бетербиев отправил соперникам нокаут. 36-летний уроженец Казавюрта защитил титулы чемпиона мира WBC и IBF в полутяжелом весе. Это его 16-я победа в карьере в 16 поединках. Боксер впервые проводит бой в России. Стадион имени Елены Сымбаевой вновь открыт. Махачкаринцы и гости столицы, как и прежде, смогут посещать спортивную арену ежедневно с 6 до 9 утра, а также с 20 до 22 часов. В остальные часы здесь тренируются учащиеся спортшколы. Напомним, что стадион, известный в народе как труд, был закрыт весной прошлого года из-за риска распространения коронавируса. Зимой на арене велись плановые ремонтные работы. Был заменен газон и покрытие беговых дорожек, а также благоустроена вся территория объекта. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.